Итак, уважаемые, очередное видео по просьбе моих друзей, пчеловодов и зрителей просили рассказать, как ты ведешь дневничок что ты записываешь, какие дневнички, какой процесс сначала расскажу, что если вы занимаетесь экспериментом на эксперименты один дневничок если вы занимаетесь нуклеусами, на нуклеусы другой дневничок если вы смотрите семьи, третий дневничок то есть к экспериментам и к таким процессам зная, что на пасеке всегда есть сильные семьи, средние семьи и слабые семьи сильные семьи вы открыли, посмотрели, записали в дневничок сейчас я покажу дневничок, у меня три дневничка итак, это вот сильные семьи вот, вы записываете, это меня целый год записывал пожалуйста, посмотрите, все у меня исписана, вся тетрадка вот, сильные семьи, смотрю семью, открываю смотрю, число пишу, какого числа допустим, 20 мая, проверяю это регулярный дневничок, что у меня там есть она, каждая семья у меня под номером матки нет, поставил маточник на выходе один засев из номера 31 все, записал сюда значит, эта семья у меня требует особого внимания нельзя туда ее держать долго значит, я тогда записываю в другой дневничок который у меня, так сказать, аварийный вот, записываю, проверить 20 мая поставил засевчик, маточник на выходе значит, маточник на выходе, это запечатанный вот, проверить через 10 дней если было 20 мая, значит, 30 мая проверить аварийная, все я ее отложил смотрю следующую семью 22 мая матка плодная сеет хорошо на 4 рамках не аварийная нормально следующую семью смотрю этого же числа 22 мая только семья, допустим 10 или 5 плодная 11 плодная нормально 12 плодная нормально и таким образом не плодная окей в аварийную записал книжечку проблема там что-то плохо сеет пестрый расплод слабая семья если семья хорошая вы пишите матка плодная засев хорошие 5 рамок мёда достаточно если что-то требуется пишите сюда семья хорошая надо добавить мёда вот и число и пишите что-то что надо сделать то есть следующий процесс работы когда вы будете делать вы не будете пересматривать все улья вы просто откройте аварийную тетрадочку окей открыли аварийную тетрадочку смотрите окей номер 20 аварийно так тут надо добавить метку всё понятно что надо сделать и тогда вы уже или рамочку с сиропчиком дадите вот можно рамочки заливать сиропчиком берёшь рамочку ставишь бочком и сиропчик сверху заливаешь и немножко трусишь сиропчик усаживается в ячейки потом переворачиваешь рамочку и тоже горизонтально держишь опять сиропчиком засываю и немножко трусишь и сиропчик усаживается нижний сиропчик не вытечет если вы начнёте трусить потому что он там держится не высыпается ну естественно если вы начнёте его так делать со стороны в сторону он будет всё слиться конечно а так немножечко Итак, рамочка полная с сиропчиком, и резко вы добавляете туда сиропчиком. Итак, это о дневничках, которые мы основные семьи смотрим. Если же вы смотрите нуклеусы, то нуклеусы, допустим, у вас, у меня три нуклеуса, по четыре отдела. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Три нуклеуса. Я тогда делаю так, за нуклеусы. У меня особая, это самая, книжечка, тетрадка на нуклеусы. Нуклеус номер один. Пишу, ну, N номер один. У него четыре отдела. И пишу, один отдел, второй, третий, четвертый. И число пишу. Какого числа? 5 августа смотрел, последний раз, нуклеус. К примеру. Или 25 августа смотрел, последний раз. Что у меня там было? Я смотрю. Была плодная матка. Есть яйца. Проверить печатку. То есть матка в номере один, уже в этом нуклеусе, во первом отделе, уже была плодная. Надо проверить матку. Я это записал. Вот. Желто, нормально. Все. И ставлю черный кружочек. Значит, нормально все. Видите, черный кружочек зашлиховал, поставил. Значит, матка плодная. Когда я, мне срочно нужно найти эту матку, я тогда открываю. Окей, в этом нуклеусе у меня готовая матка здесь, в этом отделе. Все. Я без разговора вынимаю. Матку взял. Я знаю, что она у меня хорошая, классная. И я ее подсаживаю в ту семью, которую мне надо. Вот и весь разговор. Если второй нуклеус смотрю. Дал медовую с маточником. Не было тут матки. Вот. Забрал я в свое время. Я дал сюда рамочку медовую с маточником. То есть, чтобы этому нуклеусу был мед. Им сейчас осень трудно найти. Вот. С маточниками, яйцами. И дал закрытый расплод. Печатный. Рамочку с распечатным расплодом и с яйцами, и с маточником. Все. Этот нуклеус продолжает мне работу выводить. Вот. Маточку. Выведет он маточку. Хорошо. Маточка облеталась. Я потом смотрю. Окей. Когда я встал? 25 августа. Окей. Сегодня у нас 4 сентября. Прошло 14 дней. Должна быть матка. Ну, давайте проверим. Я давно смотрел, не проверял. Проверим, что тут у нас есть. Получилось у нас что-то, что нету. Вот. Это я просто для того, чтобы вам понятно было, какой процесс с нуклеусами. Как мы производим эту работу. Вот. Смотрим. Медовая рамочка на месте. Видите? Меда достаточно. Пыльцы достаточно. Вот. Мед есть. Напрыски есть. Даже засевчик есть. Матка вывелась. Вот, пожалуйста, посмотри сюда. Внимательно. Белая. Вот сюда вот белая. Видишь? Белая видно? Приблизь поближе. Ближе, ближе. Приближайся. В сторону чуть-чуть. Наклони боком. Вот так вот. Вот белая. Засевчик есть. Матка есть. Значит, сейчас мы проверим. Она уже успела оплодотвориться. С этой стороны. И с этой стороны. Яички и засевчик. Вот. Можно показать. Вот тоже самое. Вот. Белая. Видите белая? Видите белая? Вот она белая. Вот это все белая. Видно, да? Не знаю. Может. Окей. Сейчас посмотрим матку. Где матка? Значит, матка тут есть. Вывелась. Вот. Это было 25-го. После этого я не смотрел. Вот что мне и требовалось доказать. И здесь засевчик хороший. И белая все. Меда достаточно. Матки что-то я не вижу. А, вот она бегает. Вот она. Вот она. Видите матка? Хорошая желтенькая маточка. Вот она. Видите? Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Красавица получилась. Замечательная. Вот она. Видите, да? Приблизь, поближе. Все. Значит, этот нуклеус у нас молодец. Поздняя матка оплодотворилась, вывелась. Кладет яйца. И так она нам уже пригодится. В любой момент, где мы захотим ее подставить. Вот так мы работаем. С нуклеусами. Значит, что? Когда я просматриваю эти нуклеусы. Один, второй, третий, четвертый. Сейчас, допустим, просмотрел. Я записываю число. Сегодня 4 сентября. Записываю 4 сентября. Первый отдел. Первый нуклеус. Матка есть. Второй отдел. Проверил. Матка есть. Третий отдел. Матки нет. Ну, не прилетело. Что надо сделать? Подставить сюда засевчик. Или дать маточник, если у нас есть в запасе. И так все нуклеусы я проверяю и записываю. Четыре. Записал. Вот. Допустим, второй нуклеус. Мы смотрим. Это был первый нуклеус у нас. Второй. То же самое 25. Маточники запечатанные. Матки не видел. Вот посмотрим второй. Он у меня идет с этой стороны второй. К примеру. Запечатанные маточники говорят о том, что должна быть уже 25 числа. Должна быть плодная матка. Ну, в крайнем случае, не плодная. Может, по каким-то причинам она не оплодотворилась. Ну, сейчас посмотрим. Это как мы работаем с дневниками. Очень удобно. Записываете. Что вы хотите проверять. Какой у вас процесс работы. Вот смотрите, сколько тут пчелы. Видите? И с этой стороны пчела, и с этой стороны пчела. Пчелы достаточно. Вот. А вот насчет матки сейчас мы проверим. Засев сначала смотрим. Вот был маточники. Разгрызенные. Вот. Смотрим засевчик. Подготовлено под засев. Но яичек не видим. Возможно, с этой стороны. Вот. Пчелы спокойные. Матку я не вижу. Пчелы очень спокойные. Подготовлено под засев. Ну, ни одного яичка. Нет, нет, подожди. Что-то я, если не ошибаюсь. Может, яичко. Но, может, ошибаюсь. Надо внимательно посмотреть. Возможно, где-то неплодная маточка здесь сбегает. Пчелы достаточно. Вот. Может, полетела на облет. Не прилетелось. И эта система может быть. Поэтому вот так процесс работы производится. Сейчас я гляну. Яичек нет. Видно, что ячейки почищены. Ожидают матку. Матка должна быть. Она вышла. Она разгрызла эти самые остальные маточники запечатанные. Ну, надо тщательно проверить, где же она могла тут припрятаться. Она может припрятаться в любом месте. Вот маточник разгрызенный. Видите? Вот. Вот разгрызенный маточник. То есть, матка тут была. Она должна быть. Где она делась, я не вижу. Вот матка вышла здесь. Не вижу матки. Может, она даже там на стенке осталась. Или вот здесь даже бегает. И такое может быть. Вот. Ну, я тут тоже не вижу. Могла вот тут на стенке остаться. Ну, хорошо. Нас сейчас времени нету долго рассматривать, чтобы не утруждать ваше внимание. В общем, мы этот процесс можем записать таким образом, что матка вышла. Вот маточники разрезены. Ожидают засевчик. Когда это произойдет? Ну, завтра я посмотрю. Уже точно определю. То есть, я просто рассказываю вам, какой процесс, как это все происходит. Молоденькая пчелка. Геть-геть, иди туда. Вот так я проверяю. Записываю. Четвертого числа. Ожидают матку, к примеру. Вот. Я записал. Ну, плюс номер два. Позиция номер один. Первый отдел. Были запечатанные маточники четвертого. Уже я знаю. Двадцать пятого запечатаны. Четвертого у меня вышла матка. Разрезены маточники. Ну, ожидают под засев. Следующий нуклеус смотрю. Вторая позиция. Этот же пятый, второй нуклеус. Второй отдел. Да, он маточник из сорокового улика. Запечатанный. Двадцать шестого августа. То же самое. Можно проверить. Что здесь происходит. Этот же нуклеус, к примеру. Вот. Открываем. То есть, как работаю я с дневником, я рассказываю. Как работаю с дневником. Вот. Вот смотрите сюда. Вот сюда я маточник давал. Вот он приклеенный между двумя рамочками. Сейчас мы просто попробуем его, это самое, вытащить и посмотреть, что у нас тут произошло. Интересно. Разгрызли. Видите? Разгрызены. Вот. То ли они не... Бывает такое, что семья имеет, ну, как сказать, отрутовил маточник. То есть, отрутовил нуклеус. И ты даешь туда. А, пчелы борзые берут, разрезают. Проверяем. Ага. Ничего тут нету. Вот. Ни снизу, ни сверху. Все слетело. Никуда не годится. Пустой. Значит, что? Ну, пропал нуклеус. Практически. Не работает. Вот. Значит, эту пару рамок потом нужно убрать срочно. И толку из этого нуклеуса никакого. И такое бывает, друзья. Просто я вам рассказываю, как вы проверяете, что делать его, как исправить. Поставить сюда парочку рамок с расплодом и с медом, и с пчелами. И все. Они продолжают дальше выводить себе матку. Вот. Если есть у вас возможности и время. Смотрим следующий. Следующий смотрим. Что у нас написано тут? Номер 3. Видел матку и пчелы. Много. Матка была неплодна. Все. Значит, мы знаем. 25 августа она была неплодна. Значит, сейчас наша задача глянуть. Сеет она яйца. Есть ли расплодик. Ну, короче, какой расплодик. Пестрый, не пестрый. Пролетела она, не пролетела. Ну, в общем, вот такая задача наша сейчас. Да, есть расплодик. Вот, пожалуйста, посмотрите. Вот с этой стороны. Видите, белое все? Вот, приближай ближе. Только боком держи. Вот так. Вот так боком держи, чтобы солнце видно было. Вот так. Ближе приближай. Видите, белое все? Вот, матка оплодотворилась. Сеет хорошо. Сплошненько. Вот. Ну, надо подождать, чтобы она запечатала. Какой будет запечатанный. Вот маточка, посмотрите. Красавица. Крупная, желтенькая. Задком шевелит интересно. Видите, какая интересная маточка. Вот она, видите? Вот она шевелит задком. В общем, все. Значит, тогда была не плодная. Сейчас плодная. Годится. Засевчик есть. Вот и все, что нам и требовалось. Мы ставим сюда. На место. Вот. Готово. Отмечаем в своем журнальчике. Если у вас есть вопросы, ставьте лайки. Подписывайтесь. Комментарии. Дизлайки. Ждите следующего видео. До встречи.